Жалуйся Пойдем Пойдем В общем, недавно я сдавала анализы и меня везде спросили, вам нужно определять чувствительность к антибиотикам и бактериофагам. Ну я такая, ну да, да. Пришли чистые анализы и как бы молчание. Я уже другие там анализы сдала. А потом мне в голову приходит такая мысль, а зачем я платила деньги? Это же определение чувствительности, это дополнительные бабки. Я думаю, а почему мне их не вернули, если услуга-то не была оказана? Я позвонила туда. Они говорят, ну приезжайте, заполняйте заявление и мы вам вернем. Ну вот мы сейчас поперлись. Причем я это сдавала на дому, а на дому вот вернуть нельзя. Нужно именно ехать там куда-то. Куда там Митина? В соседний район. В общем, в нашем районе оказывается там франшиза и там деньги не возвращают ближайших. Нужно было ехать в какое-то другое отделение. В общем, мы приехали и вернули нам полторы тысячи. Сейчас пойдем что-нибудь купим на них. Мне там надпись понравилась на столе. Какая? А биоматериалы на стол не ставить. Я так понимаю, кто-то, наверное, там банку припер и поставил. Все приходят наперевес с баночками. И мне сразу видео вспомнилось, в ютубе ходят, когда мужик принес трехлитровую банку говна. С анализами? Трехлитровую банку. В смысле полную? Полную. Коня что ли? У женщины врачи говорят, ну что вы, сколько вы ее собираете? Ну да, это надо долго, мне кажется, собирать такую баночку. Долго-долго, но там представляешь, что творится? Наверное, ужас. Там посев хороший можно сделать с чувствительностью к бактериофагам и антибиотикам. Ну, кстати, вернули нормально деньги, без всяких проблем. Но нет, с другой стороны, я не понимаю... Зачем ты дологать? Почему они молчат? Нет, то, что предлагают, ладно. Вот, например, у меня сейчас там... Нет, они же понимают, что они это не сделают, зачем предлагать. Может быть, не сделают, но они, наверное, таким образом... Представляешь, сколько людей, которые не возвращают деньги. Прикинь, ехать там куда-то, ну, оно мелочь, да? Например, с каждого анализа 300 рублей, там 400, 500, смотри какой анализ. Вот, то, что мы твои карты оплачивали, там всего 300 рублей. 290 рублей. Ну, вот кто попрется, там, через всю Москву, например, там... Ну, даже в соседний район, чтобы 290 рублей вернуть. Ну, я думаю, что таких мало будет. А по большому счету... А почему мы поперлись? Мы поперлись? А потому что мы как Моника с Чендлером, и что? Нам нужны льготы. Нам нужны льготы, да? С Рёгой ищет лифчик. В гараж он меня привёз. Рядом металлодушинская. Ну, смотри, рассказываю, где ромашечки здесь выросли. Прям такое пространство здесь. Тут вот бурная деятельность на гаражах. Кто-то чинит мотоцикл. Какой крутой. Кроссовочки оставил. Класс. Прям мощный. Она такая большая. Мне кажется, в неё много всего влезет. Так интересно выглядит с ней машина. Дайду, чтобы номера видно не было. У нас была история, которая тоже связана. Как раз-таки на этой машине это было. Переезжали с одной квартиры на другую и перевозили матрас. И ехали. Он сыграл такая рэперская музыка. И мы вот так вот со всех сторон держали этот матрас. Это было очень весело. Будем надеяться, что всё будет в порядке. Ну, чё там, кися? Центральное разведывательное управление. Привет. Иди, иди, сладкий. Я поглажу тебя. Ой, какой ты сладкий. Ой, какая хорошая. Котик, ой, котик, беги, мотик. Я не могу с ней расстаться. Это сладкий перец, да? Ты что, ты видишь такой перчик? В перцовой кухне. Ух ты ж. А что написано? Перчики мини. Хочешь с ними делать? Ой, их можно прям целиком. Посмотрение тропии. Черт, так рада видеть тебя хвостом, да? Вот такие вот перчики получаются. Ну, правда, наверное, загребешься их, это самое, так вот начинять. И мне кажется, их мало получилось. Надо было больше брать. Вот послушала я Серегу вчера, надо было всё-таки набрать килограмма три их. Ну, и фарш, естественно, вот этот я сделала. Это не на один раз я делаю, потому что его делать много предприятий, всего надо. Поэтому я сделала, заморожу, а дальше уже буду фаршировать там то ли перцы, то ли баклажаны. У меня будет уже готовенький фарш в морозилке лежать. Заранее заботишься об этом. Потому что, наверное, немножко совсем фарш уйдет. Ну, а на один раз так побаловаться. Посмотрим, что получится. Сейчас мастер вытаскивания перцев будет вытаскивать перцы. Доставай свой перец. Доставай свой перец. Ну, доставай, да. Будем его... В общем, я его запекала на 200 градусов, где-то часок, может, чуть больше, под фольгой. Заливочка к ним была. Две столовые ложки сметаны, столовая ложка томатной пасты и кипяточек. Я всё это смешала и залила. Ну, примерно вот до сих пор. Ну, половинку, наверное. Такие вот перчики получились. Очень симпатично. Красавчики. Можно со сметанкой, наверное. Так, ну, я не успокоилась. Я сегодня этот перчик приобрела оптом. Вот тут, наверное, килограмм пять. Такой огромный пакет. Ну, что, буду фаршировать потихоньку. Что ты, Миш, переживаешь? Тебе попу стригут, да? Попу стригут тебе. Ой, какая собака. Будет со стриженной попой. Ой, будет со стриженной попой собака. Ну, да. Вот, прекрасно. Кто-то ему говорит, пошли. Она пошла на выход. Давай, купаться. Её ещё не так-то просто уломать на эти дела. Собака не мылась. Четыре месяца мы посчитали. Ух ты ж, какой у нас сильный хозяин. Хозяин. Давай, брррр. Бррр. О, Мишутка. Давай, бррр. Давай ещё. Бррр. 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 На что не пойдёшь? Только ради сохранения шести тысяч в домашнем бюджете. Аккуратно. Вот так. Давай, бррр. Отряхивайся. Только подожди, Серёг, выйди. А то ты сейчас весь будешь. Стой, стой. Давай, подожди. Камеди клаб. Давай, отрехивайся там. Бррр. Давай, стой. Иди сюда. Иди ко мне. Ко мне. Подойди сюда. Подойди. Давай. Отряхивайся. Ещё. Давай. Давай. Давай, давай. Ещё. Иди сюда. Давай ещё. До сухого прям. Уже, чтобы сухое было. Миша, давай. Иди сюда. Давай. Во. С почином помыться. Искупался. Лежи теперь. Отмокай. Сейчас будет всё лежать. Пару часов вот так вот. Под халатом. И апокалипсис меня ждёт, который прошёл в ванной. Всё помыть. Ой, блин. Первый арбуз в сезоне. Куплен в пятёрке. Сейчас посмотрим. У-у-у, красненький. Красненький, красненький. И мало косточек, да? Или ты так хорошо отрезал? Угадал. Угадненький. Ладненький. Кайф. Кто это такой чистенький идёт гулять? Это самоедская собака. Вот этот все чистый медведь неожиданно. Серёжа гладит добермана. Вы его позовите, его Вольт зовут. Вольт? Вольт. Вольт. Ай, красавец. Он в кайфе. Ветер не зря будет. Да. А он добрый, да? Очень. Добрый? И ко всем? И к животным? Ну, лабрадоров-побелеми не любят. Это классно. Ну, у них у всех какая-то порода есть, которую они недолюбливают. Ну, вот к людям он максимально... Почесаться, погладиться. Класс. Садишь? Красавец. Ой, ну какой ты красавец. Ой, вообще. Кого-то они там увидели. У нас, по-моему, образовывается тусовка. Кто-то сдался. Класс. Класс. Вот такой гладкий. Пошли. Привет! Привет, сладкий. Да ты такой клю... Ой, такой гладкий такой. Ощущение новое. Просто. Вот такие жесткие и гладкие. Да, и гладкие. Она сама по себе такая... Или это вот... Черные иголки. А, черные иголки, да? Черные иголки просто вкладывают постоянно. А у нас оно такое, как приправа летает. Пух такой. Перекати поле, да, местами. Произошел исторический момент в моей жизни. Я получила загранпаспорт наконец. У меня есть загранпаспорт. Документы сдала в октябре месяце. Столько... Столько доехали. Я вот ненавижу этот бирокончик. Почему нельзя как-то взять и, не знаю, распределить людей. Дать им талончики, чтобы они пришли в какое-то определенное время. Забрали свой пастор. Нет. Стоит толпа человек пятьдесят. Не работает кондиционер. Просто все в полуобмороке. Стоят там два-три часа. Не, ну это нормально? Ненормально что-то. Ну ладно. Мы это сделали. Я довольна. Кулачок. Ну давай нормальный кулачок, чтобы это сделали. Кулачок. 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 Это место, когда гром, а не стоять около двери и не гавкать. Что здесь? Хорошо. Давай я тебе открою. Там что? Дальше ты куда пойдешь? Там гром на улице. Дальше куда? Куда? Что дальше? Куда тебе нужно? Там гром? Ты пойдешь в гром? Заходи обратно. Давай домой. Заходи домой. Что это такое? Куда тебе гулять? Куда тебе гулять? А там что на улице? Там гром грохочет. гром. Понимаешь? Не понимаешь? Не understand. Не сращает собака. А что на улице гром? Медведь, видимо, пунктик. Как грохот. Надо идти срочно прогуливаться. Это шутка. Грозавец. 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 Она боится гром. На улице гром ей страшно. Здрасте. Грозавец. Извините. Извините. Грозавец. Что случилось? Грохот. У нее галочка такая, когда гром на улице, надо скучно погулять. Грозавец. Она выходит и понимает, что здесь... То есть она не сращивает, что у нас одна вселенная. Что и там гром, и здесь гром, и здесь еще хуже. Что почему-то именно в квартире вот это очень страшно себя переживать. А улица может не так страшно даже, когда дождь. А у нас харчо. Я, в общем, эти перчики по половинкам порезала и еще в харчо добавила. Очень вкусный суп получился, такой наваристый. Класс, Сереге завтра рабочий день. Как раз таки ему на обеды я всегда стараюсь супы варить. Ну и сами, может, тоже съедим. Вот медведя помыли. Смотрите, по-моему, удалось отрастить попу светлую, более светлую, чем она была. Ну вот, получается, 4 месяца не мыли. Значит, скорее всего, этот грибок действительно был от влаги. Потому что каждый день по два раза мыли попу. Вот. И поэтому... Она, конечно, там более кремовая шерсть, но все-таки не такая коричневая, как была. Вот вчера мы ее накупали. Уже намного лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...